На этих кадрах один из подозреваемых договаривается по телефону с предпринимателем о покупке партии косметики. Бизнесмен принимает клиентов дома, там же он хранит товар. К месту подъезжает такси с подельниками. Когда все в сборе, молодой человек отправляется на встречу. Купил у меня товар, потом он вышел, выходить стал. И, соответственно, забежали два молодых парня, наверное, его подельники. В итоге они начали меня крутить, руки ломать. Юрий вспоминает, его били, угрожали ножом. Нападавшие потребовали у потерпевшего отдать хранившийся у него товар, косметику известных фирм. Завладев имуществом, злоумышленники скрылись. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. На этих кадрах троица нападавших выходят из подъезда и садятся в такси. Все это время водитель даже не подозревал, что его клиенты совершили разбойное нападение. Злоумышленники вели себя спокойно, словно съездили в булочную, а не на преступление. Когда приехали по нужному адресу, расплатились и вышли. Позже через компанию такси полицейские установили место проживания подозреваемых. Молодых людей задержали и доставили в отдел. Трое приятелей отпираться не стали. Напали на человека, вынесли партнерик. Для чего? Для того, чтобы заработать денег. Как выяснилось, у криминального трио были и подельники. Этот задержанный непосредственно в нападении не участвовал. Он ждал друзей в такси. А затем должен был передать похищенное своей знакомой, предположительно, на реализацию. Давно с ней знаком? Ну, относительно. Может, месяца три. Девушку также задержали, но сознаваться в чем-либо она не торопится. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Марсейн Ургатин, Петровка, 38. Продолжение следует...